Нож на фото орудия преступления, преступления которого могло не быть, если бы не конфликт между соседями. Жители Иркутского дома уже давно враждовали, в основном из-за собак, обитавших в одной из квартир. Именно 60-летний владелец животных словесные перепалки перевел в иное русло. Нанес в семейной паре множественные ранения. 53-летний мужчина и 45-летняя женщина скончались на месте. Подозреваемый уже задержан. Подборку новостей самого разного плана уже сделали мои коллеги. И вот анонс основных тем, которые затронем в ближайшие полчаса. Жители Иркутской области, да и россияне в целом, массово снимают средства со своих банковских счетов. Чем такой отток денег может грозить экономике, расскажем в выпуске. В выпуске также поведаем о том, работу скольких наркопритонов удалось прекратить с начала года. Через несколько минут сообщим о владельцах и посетителей неблагополучных квартир в Иркутской области. Она вернулась в Иркутске и еще в нескольких городах региона. Горностаевая моль захватывает все больше деревьев. Насколько серьезная угроза? Разбираемся сегодня. Сегодня из рубрики «Повесточки» узнаете, как минутное видео поможет помочь жителям региона получить приз от известной российской певицы. И почему ролики про ремонт туалета и с рекомендациями по завязыванию галстука набирают миллионы просмотров. И теперь об этих и других новостях подробнее. Триллионы рублей и миллиарды долларов больше не лежат на банковских вкладах россиян. Хозяева депозитов массово снимают средства со счетов. Жители Иркутской области стороне не остаются. В ряде финансовых учреждений при Байкале даже вынуждены были ввести ограничения. По сумме, которую клиент единовременно может забрать со своего вклада. Только за апрель жителей нашей страны вывели со счетов чуть более миллиарда долларов. Примерно столько же в марте. А за последние полгода с депозитов сняли в общей сложности 8 с лишним миллиардов долларов. Примерно столько же клиенты российских банков положили на вклады за весь прошлый год. Чтобы не допустить, дефициты наличных финансовых учреждений были вынуждены в срочном порядке ввозить в страну американские и европейские купюры. Что касается счетов в нашей национальной валюте, то за первый весенний месяц они похудели примерно на триллион рублей. И процесс оттока средств из банков, в том числе в нашем регионе, продолжается. Пусть и не так активно, как в предыдущие пару месяцев. Одной из основных причин всего происходящего аналитики называют панику. Из-за пандемии коронавируса и страх, что финансовые учреждения могут пустить деньги вкладчиков в оборот, чтобы остаться на плаву. Впрочем, есть и другие, не такие очевидные, но от этого не менее важные основания. Очень сильно снижаются ставки по самим депозитам. В первую очередь, это связано с тем, что Центральный банк активно снижает ставку рефинансирования. Это первая составляющая. Вторая составляющая была информационная. Здесь мы слышали о том, что будут введены налоги на депозиты, именно на доходы с депозитов. То есть только на полученный доход. Но многие услышали, что это будет налог, как это было в Европе, как это было в Греции, когда 10% взяли от суммы всех депозитов. Если с точки зрения смотреть именно экономики, то на нее это отразится положительно. Почему? Потому что люди начнут деньги не просто хранить, так сказать, в кубышке, а они, возможно, начнут их инвестировать. На финансовое положение многих жителей Иркутской области уже повлиял режим самоизоляции, который действует с конца марта. И должен завершиться 31 мая. Однако, сегодня стало известно, что ограничения в регионе могут продлить еще на неделю, то есть до 7 июня. Связано это с тем, что уровень заболеваемости COVID-19 продолжает расти. На данный момент в Прибайкале зарегистрировано 1498 подтвержденных случаев заражения. 10 человек погибли от коронавируса, еще столько же инфицированных скончались от иных заболеваний. Больше половины госпитализированных сейчас вахтовики, которые прибыли из других регионов страны, в целом, по оценкам специалистов, пик заболеваемости в Иркутской области уже пройден. Да и количество выздоровевших каждый день растет. Уже поправились 295 пациентов. Тем не менее, многие учреждения региона все еще закрыты, в том числе и детские лагеря. Когда начнутся первые смены, пока сказать сложно. Но уже известно, что все ребята, а также вожатые и обслуживающий персонал, прежде чем отправиться в лагерь, должны будут пройти тестирование на COVID-19. Коронавирус уже нарушил планы на летние отпуска у тысяч жителей Прибайкалия. За границу не вырваться, местные турбазы тоже закрыты. Однако с июня некоторые регионы России начнут снимать ограничения для внутреннего туризма. Попала ли Иркутская область в число избранных территорий, выясняла Ольга Харнутова. Каждое утро в этой иркутской турфирме теперь начинается с мозгового штурма. Сотрудники ищут идеи, как интересно провести лето в пределах России. Раньше здесь специализировались на заграничном отдыхе. Но времена изменились. Работники надеются, что скоро смогут оформлять путевки хотя бы для поездок по нашей стране. Если разработать хороший, адекватный план, например, семья из точки А, они живут все в одной квартире, садится в машину, едет до какой-то базы, где они снимают отдельный дом и кроме них никого нет на территории, почему бы не разрешить такой вид отдыха? Он не навредит, наоборот, будет полезен. Не навредит россиянам отдых в санаториях, уверены в правительстве. С 1 июня во многих регионах страны разрешат их работу. Принимать отдыхающих будут при наличии справки об отрицательном тесте на COVID-19. Но пока неизвестно, затронет ли это жители Прибайкалия. Еще непонятно, попала ли Иркутская область в перечень территорий с такими послаблениями. Тем не менее, на некоторых пока закрытых базах отдыха уже вовсю бронируют номера на середину июня. Сегодня я под видом потенциального клиента убедилась в этом. Вот смотрите, с 11 июня у нас уже здесь группа туристов, то есть мы в любом случае откроемся. Мы в этом году, так как у нас это пандемия, решили, что вы можете заказывать питание в номер. Мы набираем сотрудников, которые будут вам просто разносить по номерам, можете в столовую не ходить. У нас закуплены все средства дезинфекции. И все-таки, если режим самоизоляции продлят и турбизнесу не пойдут навстречу, владельцы баз отдыха и гостиниц будут вынуждены отменять брони и возвращать клиентам деньги. Многие жители нашего региона до сих пор ждут средств за несостоявшийся в этом году отдых за границей. И хоть ряд зарубежных стран уже в ближайшие дни откроет границы для туристов, Россия пока остается на замке. А значит, удастся ли жителям Прибайкаля погреться под солнцем где-то, кроме как на своих дачах, по-прежнему неизвестно. Ольга Харнутова, Владимир Пинаев, новости по будням. Известна благодаря своей криминальной деятельности стала иркутянка, которая продавала в Прибайкале и Бурятии таблетки для похудения. Сибутрамином, веществом, которое запрещено в России. Препараты отправляла по почте. Одну из посылок обнаружили сотрудники транспортной полиции. А уже дома у предпринимательницы нашли более 4 килограммов опасных таблеток. Возбуждено уголовное дело. Реальный срок грозит и тем, кто привозит запрещенные вещества. Именно таких представителей преступного мира задержали в Железногорске и Лимском. Тем самым перекрыв канал распространения наркотиков. Запрещенные вещества курьеры перевозили из Новосибирска в Прибайкалье на поезде. Всего полицейские изъяли примерно полкилограмма синтетических наркотиков, так называемую скорость. Такого количества хватит для изготовления около тысячи разовых доз. Сами торговцы смертью работали бесконтактным способом. Проще говоря, оставляли свертки для зависимых в определенных местах. Теперь весь товар изъят. При себе есть запрещенный гражданскому бороду предметы вещества? Да. Что есть? Скорость. В каком объеме сколько? 20 штук. 20 грамм или 20 закладок? 20 закладок. Рассосовывали сами? Эти нет. Эти нет? Это готовы вам кто-то оставил, да? Да. Не всегда наркотики приобретают. Многие умельцы варят зелье на дому. Там же в компании единомышленников и употребляют запрещенные вещества. Статистика последних лет говорит, что за год в Прибайкалии удается закрыть около трех десятков наркопритонов. Где они наиболее популярны и как вычислить нехорошую квартиру, знает Олег Федоров. Вырванная ручка двери – характерный признак того, что в квартире в микрорайоне Иршовском гости не переводятся. Это сейчас в подъезде Тиждогладь. А накануне сюда наведали сотрудники правоохранительных органов. Задержали двух наркозависимых и хозяйку, любезно предоставлявшую им свои апартаменты. В этой самой нехорошей квартире с марта по май месяц ранее судимая 37-летняя жительница Усулия-Сибирского предоставляла данное помещение всем, кто хотел употребить наркотики. Разные виды зелья, растительного и синтетического происхождения дегустировали и на данной Фазенде. Это один из восьми наркопритонов Прибайкалии, которые выявили с начала года. Как правило, посещают подобные места люди без постоянной работы, но с судимостью или несколькими за плечами. Часто хозяева притонов стараются тщательно замаскировать свои логова, но только не владелец этой квартиры на первом этаже в Тайшете. Для удобства гостей он сделал вход с улицы через балкон. Естественно, не по доброте душевной, а ради личной выгоды. Полицейские нашли внутри квартиры более 400 использованных шприцов. Впускают они лиц наркозависимых за наркотики для собственного потребления, либо за продукты питания, либо минимальное денежное вознаграждение. Активную помощь полиции оказывают граждане, которые своевременно сообщают известную информацию в правоохранительные органы. В связи с чем мы просим всех проявлять гражданскую позицию. В том числе и благодаря сигналам от жителей в прошлом году в Прибайкале удалось установить 28 помещений, в которых употребляли наркотики. Располагаются они как в многоэтажках, так и в частном секторе. Чаще всего в регионе впадать в состояние психофизической дремоты на дому любят в областном центре. Впрочем, такой вид досуга популярен и среди жителей Братска, Саянска и Ангарска. Вот только последствия такого веселья ведут лишь к двум безрадостным концам. В тюрьму или в могилу. Олег Федоров, Виталий Перетолчин. Новости по будням. Туда же едва не угодили двое подростков, они попали в ДТП в Куйтуне. Один из парней управлял мотоциклом, который второй был пассажиром. Ребятам по 15 лет взять транспортное средство разрешила мать одного из несовершеннолетних для поездки к бабушке. На дороге юноша, у которого, кстати, есть права на управление мототранспортом, не убедился в безопасности маневра при повороте. В итоге байк столкнулся с автомобилем Ниссан. Оба молодых человека были госпитализированы. В 2020-м это уже девятая ДТП с участием мотоциклов. Пострадали трое несовершеннолетних в медучреждение, попали и двое парней из Саянска. Они пытались скрыться от полицейских на машине. Но 17-летний водитель, который без спроса взял ключи от иномарки отчима, не справился с управлением. В результате автомобиль оказался в кювете. В итоге и гонщик, и его друг получили различные травмы. Безопасность во многом зависит от асфальта. Поэтому его нужно постоянно обновлять. И не только на проезжих частях, но и на взлетно-посадочной полосе и рулежных дорожках. Именно такие работы сейчас идут в Иркутском аэропорту. Почему из-за этого пришлось изменить график вылетов, узнаете прямо сейчас. Под днищем этого гиганта старый асфальт крошится буквально в труху. Покрытие на взлетно-посадочной полосе Иркутского аэропорта уже отжило свое. Поэтому его снимают. Специальная машина, дорожная фреза, размалывает 7-сантиметровый слой. Потом сверху закатают свежий мелкозернистый асфальтобетон. Он может долгое время выдерживать большую нагрузку. Здесь это важно, ведь самолет не автомобиль. Тот же Boeing или Airbus с пассажирами может весить до 400 тонн. На время работы расписания взлетов и посадок в аэропорту пришлось перекроить. Больше чем за месяц об этом предупредили все авиакомпании, в чьих маршрутах фигурирует наш город. Столько времени вполне достаточно, чтобы изменить график и предупредить пассажиров. Сейчас наша воздушная гавань каждый вторник и субботу по 8 часов не принимает и не отправляет сюда. Дорожные работы идут не только на взлетки. На ней, кстати, приведут в порядок 14 тысяч квадратных метров покрытия. Обновят еще 15 стоянок самолетов и участки на трех рулежных дорожках. Кстати, в этом году из-за непростой ситуации с полетами, связанной с пандемией коронавируса и закрытием границ, удастся довольно существенно перевыполнить план по реконструкции. 55 тысяч квадратных метров планировали, а сделаем фактически до сентября месяца, наверное, 85 тысяч квадратных метров. С учетом того, что надо выполнять безопасность полетов, с учетом кризиса, который наступил, снижения пассажиропотока, мы можем дополнительно сделать еще 30 тысяч. Все работы завершатся в середине сентября, тогда же воздушная гавань вновь начнет работать в полную силу. Да и в конце концов, неважно, сколько самолетов прилетает к нам, 5 или 15, все они должны приземляться на ровную и безопасную полосу. Надежда Казакова, новости по будням. Ровную и безопасную дорогу готовится создать в Усольском районе. Правда, в этот раз стройка началась нестандартно, с археологических изысканий и находок, которым, по предварительным оценкам, около 10 тысяч лет. Мы здесь сейчас находимся 11 дней всего, но тем не менее, уже заложены археологические выработки, мы можем с вами видеть, и уже имеется некоторое представительство артефактов. Ничего удивительного в наличии здесь артефактов нет. Стоянка древнего человека времен Палеолита была открыта в Усольском районе еще около 90 лет назад. Теперь специалистам предстоит извлечь из земли все предметы, которые могут представлять историческую ценность. Речь об артефактах, возраст которых от 5 до 30 тысяч лет. В текущем году раскопки будут вести на площади 20 тысяч квадратных метров. На одном из участков уже обнаружили каменные лезвия, орудия для добычи огня и приготовления пищи. Ученые не исключают, что удастся найти в том числе останки мамонтов и шерстистых носорогов. Имеет историческую ценность Иркутский подром. Официальный статус выявленного объекта культурного наследия территория получила буквально несколько дней назад. Зачем это было нужно и что изменится в месте, где смешались люди и кони, расскажем далее. От топота копыт не только пыль по полю летит, но и настроение поднимается. В первую очередь у наездников. Здесь на Иркутском ипподроме конным спортом занимается около тысячи иркутян. Один из них Юрий Вахрин, который начинал как спортсмен, а около 20 лет назад стал коневладельцем. И вся его жизнь связана с Иркутским ипподромом и его историей. После военных в 50-е годы он уже работал, существовал, работал, испытывал. Было ли испытание, главное это назначение не только развлекательного характера. А этот ипподром-то был заводская конюшница ипподрома, он занимался испытанием лошадей. И он и сегодня непосредственно обязан этим заниматься для испытания лошадей, для дальнейшей племенной работы. Об истории с Юрием Ивановичем мы говорили не просто так. В этом году ипподрому исполняется 120 лет. Он входит в тройку старейших мест для скачек в России. Но даже несмотря на такое почетное звание, проблем здесь хватает. Манежи поросли травой, а трибуны для зрителей с большой натяжкой можно назвать удобными. Но даже это не главное. Еще полгода назад территорию ипподрома хотели пустить с молотка. Если бы тогда землю купил какой-нибудь застройщик, наверняка уже сегодня здесь возводили бы очередной жилой комплекс. В 2019 году, как все знают, наши акции Росимуществом были выставлены на продажу. Общими усилиями мы, конечно, отстояли. Спасибо Росимуществу, что они приостановили приватизационные мероприятия. И на сегодняшний день у нас имеется план именно реконструкции и развития Иркутского ипподрома. Есть сильный инвестор. За счет инвестора компании Прибайкалье разрабатывается и проект реконструкции. А все опасения, связанные с продажей и застройкой территории ипподрома, остались в далеком прошлом. Ведь место для скачек попало в список выявленных объектов культурного наследия. Со всеми вытекающими и исключительно положительными последствиями. То есть любые работы на этой территории, они должны проводиться с обеспечением сохранности объекта культурного наследия. В данном случае это Иркутский ипподром как памятник, это его функциональное использование, то есть обязательное использование по первоначальному историческому назначению. То есть речь о какой-то застройке, жильем, либо еще какими-то административными зданиями, не соответствующей функции ипподрому, она уже сейчас запрещена. Означает это только одно. Иркутский ипподром ждет новый этап развития. А у любителей конного спорта, которых в столице региона более чем достаточно, впереди много поводов для радости. Евгений Шоев, Владимир Пинаев, новости по будням. Любителей загрязнять природу тоже немало. Так в Усть-Илимске в Карьере складировали отходы лесопеления и производственный мусор. Все это регулярно горело. А близость нелегальной свалки к тайге создавала угрозу возникновения там серьезного пожара. А устроило все это крупное лесоперерабатывающее предприятие. Производственные отходы и мусор сваливали на арендованном участке, там, где должны были провести рекультивацию. Теперь по решению суда земли обязаны привести в порядок, как это уже сделали в Браске. Там на территории лесного массива с 2016 года складировали бытовой и строительный мусор. В итоге площадь свалки превысила 25 гектаров. Для большей наглядности скажу, что это по сути два иркутских острова юность. После вмешательства природоохранной прокуратуры, мусорные завалы наконец-то ликвидировали. В общей сложности вывезли более 250 тонн различных отходов. Окончательно ликвидировать горностаевую моль в Иркутске пока не удается. При том, что обработка зеленых насаждений, поврежденных вредителем, в самом разгаре. И такая проблема есть не только в областном центре. Павел Желудев продолжит. Иркутск в объятиях паутины. Жители областного центра преследуют флешбеки из прошлого. А там и тут все больше деревьев, опутанных с сетями горностаевой моли. До жутких картин восьмилетней давности еще далеко. Но повод для волнения все же есть. Под назийском вредителе уже пострадали целые аллеи. Например, вот это на Красного восстания. Если идти по Иркутску и смотреть исключительно вперед, то проблемы можно не заметить. Хотя нет, уже не заметить ее не получится. Вот камера этого, конечно, не покажет. Но раз гусеница, два, три гусеница, четыре гусеница. Тут десятки зависших в воздухе гусениц. Ну а наверху, на деревьях и в листве многочисленные коконы. И это при том, что обрабатывать деревья от горностаевой моли в Иркутске начали еще месяц назад. А каждый житель областного центра даже может помочь вызвать специалисты туда, где есть зараженные насаждения. По аналогичной схеме работают почти во всех городах и районах региона. Тем не менее, локальные вспышки заражений происходят регулярно. Однако с каждым годом их все меньше. И дело не в мерах профилактики. Вообще численность ее сокращается. Но, к сожалению, это не из-за того, что эффективную борьбу ведут. А просто вот такие вспышки, они так и проходят. То есть, вначале идет массовое распространение. А затем у этого вредителя есть целый комплекс своих вредителей. И поэтому постепенно вспышка, конечно, сокращается. Поэтому, если выводы специалистов верны, то возвращение людей, в том числе в Иркутск, затянутой паутиной, не произойдет. Тем не менее, терять бдительность не стоит. И при виде дерева, погибающего от вредителей, стоит обратиться к специалистам. Павел Жолодев, Владимир Пинаев. Новости по будням. Обратиться к специалистам нам пришлось для того, чтобы ответить на очередной вопрос в рубрику. Иркутяне обеспокоены большим количеством пуха в столице Прибаякалия. Телезрители интересуются, почему в этом году тополя стали цвести намного раньше, чем обычно. Ответ может удивить многих. Как нам пояснили биологи, по улицам города сейчас летает не тополиный пух, а семена ивы. Эти деревья обычно цветут позже, и многие не обращают на происходящее внимание. Как раз из-за тополей. Семена ивы, кстати, не вызывают аллергию. Впрочем, небольшое раздражение, слизистый глаз или носа возможно. Что же касается тополей, то они только начинают цвести. А это значит, что уже через несколько дней пуха в городе будет гораздо больше, чем сейчас. Если и у вас есть интересные вопросы, ответы на которые будут важны для всех телезрителей, звоните с 10 утра до 6 часов вечера. Наш телефон прежний 792-402. Прежними не остаются. Постоянно меняются финансовые возможности жителей региона. В апреле в среднем помещения покупали за 2 миллиона 50 тысяч рублей. За машиноместа отдавали порядка 640 тысяч. В начале года все было иначе. За помещения платили в среднем не более 2 миллионов. А вот на постоянную стоянку для железного коня готовы были расщедриться отдать порядка 785 тысяч рублей. Приобретение недвижимости – дело ответственное. О том, какие моменты должны привлечь внимание потенциального покупателя жилья, расскажем в рубрике «Ценный выбор». Бизнес должен быть социально ответственным. И это на деле, доказывает строительная компания «Десинвест», которая входит в группу «Восток-Центр Иркутск». Застройщик передал администрации Иркутска участок для строительства важного соцобъекта. Вместо старого детского сада, построенного еще в 1947 году, на территории жилого квартала Стрижи-Сити появится новый садик на 110 мест. Такого рода объекты нуждаются и в красивом обрамлении, и социальные объекты не должны отставать по уровню исполнения от объектов жилого назначения. Жилой комплекс Стрижи-Сити уникален не только в плане архитектуры. Его строят для комфортной жизни. И будущий детсад – еще одно тому подтверждение. Мы готовим земельные участки, мы за свои средства разрабатываем проектно-сметную документацию, которую безвозмездно в данном случае мы передаем в муниципалитет. Сейчас застройщик за свой счет восстанавливает проблемный участок дороги, прилегающий к жилому комплексу. В группе компаний «Восток-Центр Иркутск» это называют новым форматом. Во главе угла – создание уютной и здоровой среды для горожан. Даниил Седов, Алена Полоненко, Ольга Полянская, Алексей Бондаренко. Новости по будням. Горожан ждет очередная познавательная лекция в рамках проекта «Прогулки по старому Иркутску». Посвящена будет она истории визита Владимира Высоцкого в столицу Прибайкалья. Детальнее узнаете 2 июня в 18.00. Встреча назначена в группе проекта в социальной сети Facebook. Другие интересные новости со всего света в рубрике «Повесточки». Всем здравствуйте! Мой дом – моя крепость, где можно укрыться от невзгод как от природных, так и от жизненных. Но еще важнее люди, которые всегда поймут и поддержат. Вот о семье сегодня и пойдет речь. За звание самой красивой семьи в России приглашают побороться иркутян. На фотоконкурс «От трех до бесконечности» принимаются снимки от многодетных семей. Фотографии могут быть как постановочные, так и репортажные. Работы победителей лягут в основу книги, которую выпустят по итогам конкурса. А еще лучшие снимки выставят в Кремлевском дворце в Москве. Музыка поможет получить семьям региона яркие подарки. Для этого надо победить во всероссийском песенном флешмобе. Условия просты. До 1 июня нужно записать видео, где вы всей семьей исполняете любимую композицию и выложить запись в соцсети с хэштегами «День детей» и «Родительское счастье». Важный нюанс – ролик должен быть не длиннее минуты, а оригинальная подача приветствуется. Победителей наградят призами и подарками. В частности, презенты подготовила Диана Гурцкая. Финансовую помощь и возможность учиться получили мамы в Москве. В столице региона запустили бесплатную программу профессионального обучения. Рассчитана она на безработных, самозанятых женщин и индивидуальных предпринимателей, которые воспитывают детей дошкольников. На курсах участницы смогут как повысить квалификацию, так и получить новую профессию. А пока мамы учатся, им будут выплачивать стипендию. Сумма чуть больше 12 тысяч рублей в месяц. Длительность программ от двух недель до двух месяцев. YouTube-канал для тех, кто растет без отца, запустил американец. Уже по названию канала, а оно «Папа как» можно догадаться о содержании выкладываемых видео. Блогер записывает видеоинструкции и учит мальчиков бриться, гладить, завязывать галстук, ремонтировать туалет и менять шины. То есть отвечает на вопросы, с которыми обычно идут к отцу. Просмотры его роликов за несколько месяцев режима самоизоляции выросли до полутора миллионов. Любите и будьте любимыми. Ведь едва есть что-то важнее, чем чувствовать заботу и поддержку родного человека. До встречи! Оставайтесь на нашем канале и помните, мы всегда вместе с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!